Всем привет! Рада вас приветствовать в нашем офисе службы доставки товаров Икеа в городе Саранск. Меня зовут Татьяна. Сегодняшний обзор, который мы для вас подготовили, мы решили посвятить новинке и показать функционал, как можно использовать плюсы-минусы, необычное применение. Это вот такая вот серия Икеа 365+, она для многих знакома. В этой серии большое количество элементов посуды, но недавно появилась вот такая новинка, такой вот держатель. Так вот представлено на сайте, как можно использовать. И всевозможные контейнеры. Мы для обзора взяли пластиковые контейнеры, потому что все-таки мы немного в полевых условиях офиса это показываем. Мы это не дома на полочку будем крепить. У нас их три вида. Квадратный, прямоугольный поменьше, прямоугольный побольше. Есть еще точно такие же стеклянные контейнеры. Есть крышки к этим контейнерам. В принципе, вся эта информация, не информация, все товары есть на сайте. Наша задача показать вам, как вы можете вот это все соединить и как это все используется. Значит, у нас в качестве дополняющего вот такая вот маленькая полка и вар. Сейчас мы все вот это вскроем, закрепим и посмотрим. Так вот у нас все запаковано. То есть упаковка одноразовая. Один раз вскрыли, больше вы уже не упакуете. Инструкция. То есть, каким образом что крепится, сейчас разберем. комплект из двух вот таких металлических планок. Это значит, что на одну планку мы крепим один контейнер. И вот такие вот шурупики. Давайте теперь разбираться, что у нас за часть и куча. Условно, да, у нас, допустим, это тот же ивар, либо любая полка любого шкафа, неважно, икеевский это шкаф или нет. Теперь давайте собирать нашу систему. Полка. Вот мы ее вставили. То есть, если вы будете закреплять, вы намечаете точки вот здесь обязательно, вот в этих отверстиях, шилом. Потом уже вкручиваете шурупики. Вот здесь есть дополнительных два отверстия. Для чего мы до конца с ребятами не поняли. Потому что, смотрите, когда мы берем контейнер и одеваем его, выглядит у нас будет это вот таким вот образом. То есть, мы в любом случае краем контейнера соприкасаемся с местом этих отверстий. То есть, если там будет шуруп стоять, у вас в любом случае он зацепится с контейнером, контейнер не пойдет. Поэтому, друзья, у кого уже есть такая система, пожалуйста, поделитесь с нами, с нашими подписчиками в комментариях, каким образом решили данный вопрос, делали ли дополнительно вот здесь вы крепление, как убирали верх у шурупа, вот эту голову его. Поделитесь с нами, пожалуйста, очень интересно. Потому что Икея и в самом магазине только вот в этих двух местах. Теперь смотрите. Мы с вами взяли контейнер за 49 рублей. Есть такой же контейнер и помелче за 39 рублей. Но его, к сожалению, когда мы ездили, в Икея его не было. Вот вы его посадили. Вот так он выглядит. У вас остается место, да? Маленьких контейнеров, чтобы вам дополнительно, как бы, место, да? Тоже, чтобы у вас было задействовано место. Таких контейнеров, к сожалению, нет. То есть контейнер либо целиком, сейчас мы покажем, либо вот такой. Значит, вот такой вот квадратный. Я считаю, что это удобно. Не у всех многофункциональной кухни с выдвижными ящиками, корзинами. Контейнеры друг на друге хранить неудобно. Я, например, подвешу обязательно такую систему. Вот смотрите, как выглядит вот такой вот контейнер. Он занимает целиком уже. Это узкий, не узкий, это низкий. И есть точно такой же высокий контейнер. Вот этот вот контейнер стоит у нас 69 рублей. Кстати, какие плюсы у данных контейнеров? Не обязательно их использовать именно в системе. К ним есть крышки. Вы можете их замораживать. Они замечательно выдерживают заморозку. Можете нагревать в СВЧ до 100 градусов, разогревать пищу, готовить в них можно. Соответственно, брать с собой, покушать куда-то на работу. То есть это полноценный контейнер. Но вместе с такой системой уже получается более функциональное хранение, чем, допустим, мы вот друг на друга наставили пирамидку. Одна из наших клиенток уже обзавелась такой системой. Пока еще не повесила. Вот сегодня мы с ней созванивались перед съемкой. Ну, спрашивали мнение, как. Она говорит, что пока не повесили, ставим кухню. Но пришли к выводу, что вот хочу показать на примере ножниц. Допустим, у вас нет выдвижных ящиков. Ну, там ложки, вилки сложить. Всякие кухни бывают. Смотрите, замечательно. То есть какие-то мелкие предметы. Расставили такие системы. Подвесили, разложили. И у вас там ни по столу, ни кучи в каком-то держателе. Все это на глазах. И при этом посторонним не видно, кому это актуально, чтобы на столешнице, на кухне не было вот этого мелкого продака. Если брать в расчет вот такие ножницы, в принципе, десертный нож, десертная ложка, чайные ложки. В общем, все, кроме крупных половников, ножей и так далее. То есть что-то такое мелкое и средний размер вполне в этих контейнерах умещается. Можно вместо пластиковых подвесить стеклянные. Но, не знаю, я бы побоялась все-таки. Неправильно вставили, не рассчитали вес, вырвало крепление. Если пластиковый контейнер упадет, ну, максимум какие проблемы будут, у вас это рассыпется. Да, вы собрали, дальше повесили. Стеклянные из довольно-таки добротного, прочного киевского стекла, которое при ударе хорошем рассыпается в мелкое крошевое. Я думаю, рисковать не стоит. Стеклянные лучше использовать именно для хранения в холодильнике, для приготовления пищи, потому что их можно в духовой шкаф ставить. И покажу вам, как сейчас выглядеть будет у нас закрепленный вот такой контейнер за 89 рублей. Он очень глубокий, в него спокойно умещается вот этот вот мелкий. Кстати, давайте сейчас проведем небольшой эксперимент, свалится или не свалится. Вставила я оба контейнера. Ну, я думаю, наверное, под весом все-таки это упадет, потому что он никаким образом не фиксируется. Не мешало бы, да, то есть какие-то дополнительные, может быть, резиновые прокладочки, и чтобы можно было зафиксировать друг в друга, увеличить таким образом. Вставляем большой. Вот, видите, то есть вот условно, да, я не попала, сразу отпустила его, он у нас просто свалился. Вот так вот выглядит большой. Как показывает статистика нашего канала, у нас смотрят не только женщины, но и мужчины. Я думаю, вот именно с этого момента данное видео, мужчины, вам будет интересно. Мы не просто так выбрали полку Ивар. Толщина у нее стандартного мебельного щита, то есть неважно, что у вас, икеевская мебель, икеевский стеллаж, Ивар, Билли, либо любая другая, у всех такая стандартная толщина. Да, два с небольшим сантиметром. Хотим сейчас показать вам вот такой пример. Я сейчас одену два держателя. Они, кстати, как раз входят в комплект. Комплект стоит 179 рублей. Если у вас мастерская, небольшое место на балконе, даже если, допустим, вы живете не в доме, а в квартире, тем не менее, какие-то вот такие хозяйственные мужские вещи есть у всех. Шурупики, болтики, винтики в любом случае у вас есть. Вот таким вот образом вы собрали любую систему. То есть у вас набор полок. И в каждый контейнер вы разложили все мелкие предметы. Еще есть способов использования. Мы пока готовились к съемкам, обсуждали. У нас в команде есть фотограф. Он говорит, что мне тоже такое надо. Мы удивились. Для чего тебе-то это надо? Наушники, зарядники, всевозможные флешки. В общем, все любые мелкие предметы спокойно можно хранить. И при этом у вас полка свободная, на полку вы что-то другое сложили. И место под полкой, которое чаще всего пустует, потому что, ну, редко кто там забивает, да, от полки до полки, прям вот что, не вытащить ничего. Это функционально. Ценник небольшой, поэтому покупайте пластиковые контейнеры. Они более универсальные для всего. Вот такие вот крепежи. И у вас будет очень все красиво, хорошо упаковано. Все будет на глазах. Кстати, в серии ВАР есть небольшие наклейки. Они вставляются в кармашки, но здесь у нас кармашков нет. Их можно чуть подрезать и разместить вот здесь, на этих поверхностях. То есть вы не трогаете сами контейнеры, вы наносите на направляющие. Хотите, можно на контейнеры. Тогда будет идеальная, оптимальная организация хранения, ничего не будет валяться. Так что я думаю, данные контейнеры пригодятся не только хозяйкам на кухне, они пригодятся любому человеку, неважно от возраста. Сюда я думаю, я сейчас вот, допустим, как мама уже думаю, что мелкие какие-то игрушки, которые у нас все время валяются, мы им не можем найти место. Контейнеры стоящие везде, где только можно. Можно вот таким образом на любой стеллаж, даже, кстати, вот на вейтбе книжный, самый обычный простой киевский стеллаж, можно сделать такую систему, подвесить и ничего никому не будет мешать. Ну что, друзья мои, всем спасибо за внимание, спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Оставляйте комментарии, пользуетесь ли вы такой системой, нравится вам, не нравится. Возможно, у вас есть какие-то свои лайфхаки по использованию данной системы, необычные. Ждем, делитесь в комментариях. И, кстати, не забываем писать свои пожелания по тем обзорам, которые вы хотели бы увидеть на нашем канале, тот товар из Икеи, который вам интересен. Всем спасибо и пока!